Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Массовых занятий спортом Нам важно ваше мнение Кстати еще Хоккейный сезон набирает обороты Наша команда металлург в этом году Подобралась очень боевитой Стабильно набирает очки Показывает зрелищный хоккей Да и арена металлург преобразилась Новое шоу, шикарная атмосфера драйва И непередаваемые эмоции Все это наш магнитогорский хоккей Величайший игрок отечественного хоккея Капитан металлурга Сергей Мазякин От лица всей команды приглашает вас Уважаемые зрители В арену У вас есть уникальная возможность Ходить на все домашние матчи регулярного чемпионата Звоните к нам в студию во время сюжетов Которые будут у нас сегодня в программе Высказывайте свое мнение Отвечайте на вопрос, который я вам только что задал Делитесь историями своих спортивных достижений Вы станете обладателем вот этого абонемента Имя счастливчика мы назовем в конце программы А сейчас я рад представить вам Нашего гостя Начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Городской администрации Александра Берченко Здравствуйте Здравствуйте, Станислав Добрый вечер Александр Валерьевич По спортивному Хотелось бы Обратить внимание Уважаемые телезрители Что мы сегодня на контрасте Спортивный у нас Александр Валерьевич И такой вот неспортивный Суровый я Ну что ж, это я конечно шучу Александр Валерьевич, все-таки Магнитогорск Город спортивный Чем еще кроме хоккейной команды Вот мы можем гордиться Станислав Однозначно спортивный И я не устану об этом говорить Буду говорить И я думаю, что жители города Магнитогорска Об этом прекрасно знают Особенно те, кто занимается спортом Или же являются сочувствующим Их много Их достаточно большое количество Ну для примера приведу Например, людей, которых и детей И более взрослого населения Поколения Которые занимаются спортом По скромным подсчетам Более 8,5 тысяч человек То есть это не секта зажистов Там каких-то Да, это люди, которые занимаются На начальном спортивной подготовке Либо уже профессионально спортом И это я не говорю еще о массовом спорте Который вокруг И который доступен, конечно же, многим Город Магнитогорск Однозначно спортивный город Спортогорск практически Без специально оборудованных мест Вот при регулярных занятиях спортом Все-таки не обойтись Не у каждого есть деньги на то, чтобы ходить Куда-то в спортзал Мы про это сейчас не говорим А уличный спорт, он очень доступен Но где вот на самом деле Учачьи-гита, вот куда идти И чтобы там все было для меня Отличный вопрос Места явки пароли, грубо говоря Места явки пароли Отличная фраза, да Знаете, очень приятно отвечать на вопросы Когда действительно есть что ответить Не выдумывая, не фантазируя А прямо, как и есть Огромное количество сил, энергии Финансов и моральных, умственных затрат Уделяется для того, чтобы организовать Дворовый спорт Для того, чтобы организовать Качественные площадки В городе Магнитогорске Тому примером Это плоскостные сооружения Которые в этом году у нас появились На стадионе бассейна Ровесник А по-русски вот там Для тех, кто не понимает Что такое плоскостные сооружения Плоскостные сооружения Это такие места Где можно заниматься футболом Баскетболом Волейболом Бегом Метанием Чем угодно Плоскостные сооружения С мягким покрытием Резиновым покрытием Это очень здорово Это популярно И самое интересное И самое важное Что на этом-то не остановились И в дальнейшем Мы планируем эти площадки Конечно же Строить Площадка воркаут Которая находится У трансляционного стадиона В этом году Это просто пик И мы рассчитывали на то Что она будет пользоваться популярностью Но такой, какой она пользуется сейчас Ну Стоило только надеяться И наше оправдание Конечно же Скорее всего Со мной многие согласятся У жителей южных микрорайонов Где? Вот в южных микрорайонах Куда мне пойти? Я живу где-нибудь на Тевосяна Ехать мне В центральный парк Ближайший Это Фукумка Как я уже сказал Это три плоскостные сооружения И конечно же При застройке микрорайонов И во дворах Приспособленные к спорту Не близко Не профессиональному спорту Конечно же Но к занятию Физической культурой Дворовые площадки Они конечно же появляются И будут появляться Отлично Шушат Радно слышать Многие годы Самым популярным местом Для отдыха И занятий спортом Конечно же Был городской экопарк Совсем недавно Магнитогорцы проголосовали За то Чтобы экологический парк Стал объектом Масштабной реконструкции В рамках поддержанной Губернатором области Федеральной программы Уже сейчас работа по благоустройству Вступают здесь в финальную стадию Посмотрим небольшой сюжет О реконструкции парка Напоминаю Что в это время Я жду ваши звонки Рассказывайте Занимаетесь ли вы спортом И доступен ли вообще Такой образ жизни Для магнитогорцев Звоните А мы смотрим сюжет Сейчас экологический парк Встречает своих Пока что редких Посетителей Масштабной стройкой Прямо на входе Ведется расширение Парковочной площадки По словам представителей Застройщика Одновременно Здесь смогут Оставить свои автомобили До 500 Любителей спорта И активного отдыха Асфальтового покрытия Здесь еще нет Сплошная скальная порода Вместе с большой сценой Для проведения концертов И торжеств Площадку обещают Сдать к концу сентября Парк Очень давно Не Инфраструктурно Не изменялся То есть более 20 лет Благодаря Губернатору области Тубровскому Борису Александровичу Наш экологический парк Был включен В федеральную программу Благоустроенная Городская среда Комфортная Из федерального Городского и областного Бюджетов На реконструкцию Экологического парка Было выделено 40 миллионов рублей До середины сентября В экологическом парке Появится также два поля Для мини-футбола Баскетбольная площадка С искусственным покрытием Вдоль прогулочных дорожек Будет проведено освещение Столбы уже установлены А на площадке для воркаута Будут доступны Новые тренажеры Для удобства отдыхающих На территории парка Появится множество скамеек На старом месте За пунктом проката коньков Уже закатана в асфальт площадка Под новую хоккейную коробку В ближайшее время На ней должны установить борта По словам начальника управления По физической культуре Александра Берченко Ни одно традиционно проводимое В ЭК-парке соревнование Перенесено не будет Смотрим сейчас к зиме Лыжные трассы Ну конечно же Куда мы без лыжников Где-то придется потесниться Но тем не менее Лыжи будут И к сезону Мы должны запустить основные трассы Но работы будут продолжаться Это сделает наш спорт комфортнее Удобнее Приведет к большим достижениям И оздоровлению нации Александр, что-то там поменялось? Сюжет был снят в начале сентября Что-то там изменилось? Когда мы говорим об ЭК-парке И о тех спортивных объектах Которыми мы занимаемся Меняется все даже не по дням А по часам Если бы вы приехали к вечеру Вы бы увидели большие изменения Но я должен сказать Что уже в эту пятницу К финальной стадии Подойдут Установка железного городка На 300 квадратных метрах Для воркаута? Да, не только для воркаута Для всех групп мышц Как мы говорили в сюжете Это будет не похоже Ни на что в нашем городе площадка Поэтому я думаю Будем посмотреть Да Я думаю, что Уже к концу сентября А по программе так И люди естественно Не хотят терять Не авторитета Ничего Эта площадка будет иметь место Меняется каждый день Интересно Ну что ж Чуть-чуть подождем И все посмотрим своими глазами А у нас на связи Ирина Здравствуйте, Ирина Здравствуйте Здравствуйте Скажите, занимаетесь ли вы спортом Вообще И есть ли возможность В городе Магнитогорске Заниматься спортом Вообще ваше мнение То есть Где можно Чем можно заниматься Да Наша семья Очень Очень любит Активный образ жизни А спортом мы Тоже занимаемся А чем? Мы зимой ходим В эко-парк Катаемся на лыжах Коньках Летом мы катаемся Также в эко-парке На роликах Очень любим Велосипедные прогулки Но так как Сейчас в эко-парке Началась реконструкция Мы стали ездить В новый парк У тыл фронту И что там Больше нравится? Ну я не скажу так В эко-парке Мне больше нравилось Потому что У тыл фронту Ну велосипедные дорожки Сделали хорошие А вот Пешеходные дорожки Засыпали каким-то Непонятным мелким щеблем Который так же пачкается Ходить по таким дорожкам Не очень хочется И все люди Даже мамочки С колясками Идут По дорожкам Приспособленным Для катания На велосипедах Они мешают этому очень А вот чего не хватает Возможно В городе Матогорске В спортивной плане Велосипедных дорожек Может быть Что-то еще Да У нас Много же населения Занимается Спортом Получается Что У нас только Эко-парк Приспособлен Для этого Ну ладно Хорошо Мы поняли вас Спасибо большое Спасибо До свидания Ну вот такое мнение Ну собственно Мы об этом уже поговорили Да Я бы хотел прокомментировать Ну хорошо Да Эко-парк всегда Являлся парком Спортивной направленности Конечно же Сейчас будет предусмотрен Более 6 километров И пешеходных дорожек Парк У тыл фронту Это конечно же Для отдыха с семьей И меня поддержат Все легкоатлеты Ходить и бегать Конечно нужно По специальным дорожкам Поверьте мне Поверьте мне Да Я призываю Всех жителей Магнитогорска Все-таки Использовать Специальное покрытие И специальные дорожки Которые там есть Конечно Всегда будут Какие-то Конфронтации С велосипедистами И так далее Но это все решаемо И в принципе Горожане И спортсмены Довольны Как парком Мутыл фронту И хочу Порадовать Экопарк Хоть и не реконструкции Но вы правильно Сказали На финальной стадии И поэтому Зима Конечно же Распахнет свои объятия Вместе с экопарком Для наших горожан Ну вот кстати Да И так и хотелось Продолжить Что вроде С экопарком Мы уже все Пороговорили Все разобрались Забыли Сказать Про Крытую С пластиковыми бортами Реконструкция площадки Платная По утвержденным тарифам И по льготам Во время Для определенных Категорий граждан То есть Как по-моему Так и было Конечно Спортивное наполнение У тыл фронту Ну или парку Вечного огня Как он называется Официально Что там добавится В спортивном плане Ну смотрите Там Что там сейчас уже есть Да Вот Правильные вопросы Я очень рад Ведь рядом с тыл фронту Находится центральный стадион И поэтому В принципе Говорить о спортивном направлении Не приходится Потому что Автоматически Спортсмены Которые занимаются На центральном стадионе Они попадают И в парку Тыл фронту И мы могли Наблюдать этим летом Как наши лыжники Учащиеся в шестой школе А также биатлонисты С огромным удовольствием Начиная с девяти утра Ну по крайней мере С девяти утра я видел И заканчивая уже Зенитом Эти По этим дорожкам Ездили на роликах На специальных Лыжах И летних И поэтому Конечно же Спортивная наполняемость Есть Как и культурная Как и культурная Поэтому парк разнообразный И парк конечно же Ждет всегда гаража Ну вот кстати да Еще одно наполнение Которое недавно так появилось Это весной В парке У вечного огня Появилась новая традиция Так называемая Утренней пробежки Выходного дня Если можно Поподробнее Кто организовал Кто приходит Вообще Зачем это все Если есть там Какие-то Другие места Давайте по порядку Значит предложение Я сразу скажу Что выходила Председателя Магнитогорского Городского Совета Депутатов Александра Олеговича Морозова Который обратился Ко мне И я его конечно В этом поддержал И первую самую пробежку Мы были с ним вместе К нам пришло Ну человек 20 Ранее новой бойца Не пришлось тащить? Ну наверное Да-да-да Но Станислав Здесь такая идея Несколько не умоляю Физические данные Александра Олеговича Нет Александр Олегович Он впереди Тяжело ему Не тяжело Но он этого не показывает Он идет впереди Тут суть не в том Чтобы посоревноваться И кто придет вперед Тут пробежаться Пообщаться Поговорить о спорте О каких-то изменениях И это еще такая Одноплощадка Для спорта И совместного Времяпрепровождения Сейчас мы насчитываем У нас уже более 60 человек То есть вы максимально Развиваете последнюю Приставочку у вас И туризма И туризма Всегда Я об этом не забываю Мы прервемся На небольшую рекламу Нет Нужды напоминать Что те Кто дозвонится К нам в эфир Расскажет о том Занимается ли он спортом Доступен ли Такой образ жизни В городе Магнитогорске Получит Абонимент Такой вот замечательный На матче В арену Металлург Мазякин и компания Ждут вашей поддержки На трибунах Разговариваем о спорте Существуют ли Магнитогорске места Для массовых занятий Спортом Сами занимаетесь Левый спортом И так далее И тому подобное И у нас на связи Виктор Александрович Виктор Александрович Здравствуйте 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 Расскажите С чем дозвонились Я вот хочу отметить Особенно Что сейчас Вот Прям наглядно видно Как у нас Возрос спорт В городе Что конкретно Может какие-то примеры Приведете Что Какие-то примеры Приведете Может быть Ну примеры Я вот занимаюсь Спортом Сколько себя помню Наверное Вот с садика И до сих пор Это вот Неотъемленная часть Такая Вот как почистить зубы Если даже вот день Не позанимаешься Уже чувствуешь себя Каким-то Разбитым Усталом И особенно Приятно Вот сейчас смотреть Как вот В спортивном плане Преображается город Сколько людей Стало заниматься Смотришь на этих Бабушек с палками Да ходят Вот Скандинавская ходьба От радости Плотой Смотришь на них С летом Желаешь здоровья Ведь взялись Бабушки Бабушки И те взялись Вот за спорт А что говорить О молодежи Особенно наглядный Пример Когда Очень приятно Смотреть Когда молодые Родители Привлекают Своих детей К спорту Бегают с ними Объясняют Как бегать Много появилось Площадок У нас сейчас То есть это заметно В городе Да или нет Что появляется За площадки Конечно Видно Что и ребятишки Занимаются Вот сейчас Вот новое направление Воркаут Да Очень много ребят Вот оттянулись От улицы И стали заниматься этим На улице Причем На улице Да Мы свежем В воздухе А сейчас Вот у нас Начинает Вот Скоро начнется Зимний период Я думаю Очень много детей Подтянутся На хоккейной коробке Который Кстати Уже приводится В хорошее состояние И вот Александр Валерий Берш Бершенко Да Бершенко Особенно Вот уделяет Этому внимание И сразу видно Качественные Становятся Площадки Подтягиваются люди Которые Умеют этим заниматься И которые Вовлекут Поколение Вот наше Все города Спорту Понятно Виктор Александрович Спасибо за звонок Спасибо большое Ну вот тоже Позвольте Да Пару слов Да Вот хотелось бы Прокомментировать На самом деле Очень приятно И вот чувствую Что работаешь не зря Когда Такие отзывы Когда заметно По поводу ветеранов Действительно Мы же охватываем Все поколения Мы охватываем Все категории граждан И ветеранов И детей Всех Какие-то программы Специальные есть? Значит Программы есть Конечно Все мероприятия Занесены в календарь Но по скандинавской Ходьбе Хотел бы отметить При поддержке Главы города Администрации Мы решим И огромное количество Студентов Участвуют Участвуют в этом марафоне Огромное количество Спортсменов Которые Любят этот марафон И вот для меня Это новое Честно вам скажу Но я погрузился В эту тему Мне стало интересно Я конечно же хочу там побывать Но по отзывам Мероприятия ждут Вот развивается Около 80 видов спорта Из них есть Особенно популярные Которые у нас Пользуются Бринспоросом У граждан Плавание Лед Вы уже сказали Это у нас умка Легкая атлетика Гимнастика Огромное количество Людей Идут в гимнастику Как художественную Так спортивную По акробатику Много наград Привозят дзюдоисты А дзюдо Конечно же Развит Это именно инвалиды Наши И в том числе Глухие И в том числе Спорт глухих И в том числе Есть федеральная программа Областная Поддержанная городом И проводятся сборы Не только В окрестностях Магнитогорска Но и далеко за И они дают Достаточно мощные И ощутимые результаты Мы ими гордимся Мы ими гордимся Поэтому дзюдо Легкая атлетика Гимнастика И все остальные виды спорта Легкая атлетика Это бег Это в основном Это королева спорта Там можно насчитать И пальцев Не хватит Сколько дисциплин И метание И прыжки И ходьба И так далее Просто я к чему веду Место старта Пробега Азии Европа Уже многие годы Традиционно Площадь Победы А вот состав участников В этом году Серьезно обновился Ветеранов На этот раз Было не так много Основной костяк Участников Составили Юные спортсмены Своих 7 лет Анна Вегун Опытный Недавно Осилив 5-километровку Она Вместе с мамой Решила попробовать себя На серьезной дистанции Бегаю Каждый день С мамой С Андреем Николаевичем Бегаю два круга По СТО Для того, чтобы Сильным И никогда не болеть Для большинства Из этих людей Забег не столько Борьба за призовые места Сколько повод Стретиться со старыми Друзьями По легкоатлетическому цеху Многие десятилетия Любимым спортом Павла Пахлебаева Являются лыжи Бег для него Это возможность Поддержать себя В форме В межсезонье Очень важное мероприятие Оно объединяет людей Объединяет наших Жителей города И показывает Что мы не только Умеем работать Но и умеем отдыхать Официальности Пробегу Придали первые лица Городом Которые хоть и не вышли В этот день на старт Но не могли Не поддержать спортсменов Мы всегда говорим Что Европа-Азия Это наш забег Города Магнитогорска Тем более Что сегодня приехали Участники Из других регионов И чем он еще знаменательный Сегодня все стартуют В этом забеге Одновременно А там уже Дистанция идет от сечки Легкоатлетика Наверное Это самый популярный И самый многочисленный Спорт Потому что он доступен Всем возрастам Сегодня у нас начинает С 7 лет До 66 лет Важнейший для Челябинской области Для России Пробег 52-й раз Это необычай Это традиция А если традиция То это уже Универсально Навсегда И надолго Итак Дан старт 52-му Представленному Всероссийскому Легкоатлетическому Пробегу За 52 года Проведения Забега Азия Европа Погода Не раз становилась Дополнительным Испытанием Для участников Приходилось Бежать И в проливной Дождь И в снег В 2018 году На протяжении Всей трассы Сияет солнышко В абсолютной номинации Среди мужчин Первое место Занял училинец Мастер спорта Максим Тимофеев Его результат 42 с половиной минуты Победу бегуну Принесли Специальные навыки Опыт участия В горных марафонах Бежал хорошо И как бы Вижу Первые и вторые Участники Подсаживаются Я думаю Надо выиграть И чуть-чуть добавил После десятки Уже Там уже в горочка А я сам Мастер спорта По горному кроссу И мне в горочке Дается легко Среди женщин Первый финишировал Спортсменкой Сибая Раушанья Галина Это нас дозвонил С Раиса Михайловна Но к сожалению Связь наша прервалась Очень благодарил Вас За все что За все эти Изменения Которые стали Без лишней скромности Благодаря вам В том числе Сделаны в городе Магнитогорске Вот кстати Перейдем на личности Все таки Спортивная фигура Чем занимаетесь? Спортом Да? Я занимаюсь Организацией спорта В городе Магнитогорске Я понял вопрос Касается Каким спортом занимаюсь я Я называю это Спорт для ленивых Пауэрлифтинг Поджал штангу Отдохнул Тем не менее На самом деле Это очень тяжелый спорт И он конечно же Дисциплинирует И позволяет преодолевать Какие-то трудности Поэтому вот этот силовой спорт Да А до этого была гимнастика Гребля Бокс Гимнастика? Да Спортивная гимнастика С первого класса Ух не честь На шпагат почти до сих пор сажусь Класс Класс Достойно уважения Ну а еще пару слов у нас Пару минуток Есть эфира В ближайшее время Магнитогорцев и спортсменов Что ждет? Какие мероприятия? Мы славимся крупными мероприятиями Прошло достаточно большое количество Мероприятий крупных Впереди Вот Европа-Азия Мы сказали Кросс-нации Где В Европе-Азии участвовало 400 человек А в общем В дне бега в Магнитогорске Порядка 4 тысяч Это достаточно хорошая Серьезная цифра Далее Турнир по кикбоксингу Буквально вот в эти выходные Отобрались Хорошо ребята выступили До этого Памяти Пшеничникова Чемпионат И кубок под зюдо Далее у нас Из крупных мероприятий Турнир Братишка Это Баскетбольные турниры И конечно возлагаем надежды Нашу команду Динамо Серебряного призера По баскетболу И В качестве Массового Ну пусть это останется сюрпризом Потому что мы всегда Стремимся внести что-то новое В развитие спорта Нас ждут крупные события Я конечно же всех призываю Заниматься спортом Бегать по правильным дорожкам Да Дабы не травмироваться Надо все делать с умом Грамотно и верно Ну что ж Время нашей программы Неумолимо Добегает свою дистанцию Тоже Живите со спортом Будьте здоровы А этот абонемент Я так думаю Что будет правильно отдать Той Которая бегает Не по правильным дорожкам Да Ирине Это наши первые Дозвонившиеся Девушки Ну что ж Александр Валерьевич Спасибо что пришли Спасибо что отвечали на вопросы До новых встреч Надеюсь Скорых И вам уважаемые зрители Я говорю До свидания До новых встреч Всего хорошего Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова